Городской слёт юных туристов школы безопасности открыт. Два дня, оторванные от цивилизации, подростки будут постигать науку жизни в походных условиях. Именно здесь проявляется и закаляется характер. С напутственным словом и немного завидуя участникам, к ребятам обратилась заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Хитрова. У вас впереди ещё столько интересного, столько замечательного. Ребята, любите свой край, любите свой город, любите свою страну. И, конечно же, познавайте. Будьте сильными, смелыми, будьте отважными. И самое главное, поддерживайте друг друга. И пусть позавидуют те, кто остались в городе возле компьютера. А из лагеря уже доносились звуки гитар. Юные туристы начали подготовку к конкурсу представления команды. У многих в биваках потрескивали костры и закипали котелки с ароматным чаем. Для представителей 18 команд, куда входят ученики 6-7 классов, хорошее начало лета. Чтобы попасть на место основной стоянки, участники похода должны были пройти пешком от лесхоза до посёлка Заветного не лесной прохладной тропкой, а преодолеть настоящий маршрут выживания. Как оказалось, с этой задачей с трудом справились даже опытные туристы. Самое трудное было связать носилки, потому что никто из нас ещё не умел этого делать. И нам пришлось просто взять несколько палок, связать их как-нибудь и взять постилку и положить. Мы заблудились. Пришлось выходить на трассу. Подготовка команд разная, поэтому в то время, когда одни успели уложиться в норматив и готовили ужин, другие только начинали заготавливать дрова, ставить палатки и обустраиваться. Заготовить дрова – это полдела. Их ещё надо умело сложить в поленицу. Жюри строго следит за порядком в лагере. Конкурс биваков входит в основную программу слёта. Организаторы постарались, чтобы за два дня юные туристы не заскучали, забыли про гаджеты и целиком и полностью ощутили командный дух, стали одним целым. В эти два дня у нас проходят соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Это два разных соревнования, которые включают этапы маршрут выживания, полоса препятствий, ориентирование, силовые упражнения. Это краеведческие, медицинские конкурсы и виды. На каждом этапе соревнований участники получают баллы, которые в результате суммируются и жюри определяет победителя. Кроме умения ориентироваться на местности, оказывать помощь пострадавшим, ребята демонстрировали творческие и интеллектуальные способности. Но самое главное – получили массу впечатлений новых друзей и удивительные минуты от общения с природой.